Здравствуйте, друзья! С вами преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. И сегодня я обращаюсь к составителям тестов по российской электронной школе, которые присылают нашим детям домашнее задание. Вот, посмотрите, меня девочка попросила, потому что они с мамой уже плакали который день. У глагольщика «быть» есть две формы. Отсмотрим на правильный ответ. Только одна форма у глагола «быть». Ребята, составители, пожалуйста, исправляйте этот недочет. Смотрите, пожалуйста. Составители теста уверены, что нельзя делать пробел между этими двумя словами. Надо делать «did», «н», запятая наверху и «т». Составители, вы серьезно полагаете, что все четвероклассники очень хорошо знают, где ставится запятая наверху на клавиатуре? Это не так. Они этого не знают. Это правильный ответ. Исправляйте. Бог с ним со всем остальным, посмотрите. Здесь глагольчик «went». И действительно, такой глагол существует в природе. Но здесь в ваших подсказках его не существует, его здесь нет. И нам приходится брать то, что есть, и выкручиваться, как придется. А как придется неправильно, потому что глагола «to go» здесь нет. Исправляйте. Подходим к апофеозу. Товарищи составители, вы написали «моя мама купила мне». «Моя мама купила мне». В чем проблема? Казалось бы, да? И вот здесь, посмотрите. «Вчера вся моя семья ела пиццу» – восклицательный знак. «Моя семья ела пиццу вчера» – восклицательный знак. А вот теперь смотрите, как было правильно. Дальше фантастика. «Моя мама купила быть» – комиксы на прошлой неделе. Это глагол «быть». Вы перепутали буковки «м» и буковку «бей». Конечно, здесь «мы». Это ошибка. Ваша ошибка. Исправляйте. Волшебство. «Ела пиццу» – восклицательный знак. И мы его там с вами в конце поставили, как восклицательный знак. Но когда мы нажимаем на правильный ответ, а его здесь нет. А зачем вы его ставили тогда? Или вы хотите сказать, что таких предложений восклицательных в английском языке не существует? Серьезно? Ребят, подводя итоги, пожалуйста, составители этих тестов отнеситесь повнимательнее, пожалуйста, к тому, что вы делаете. Это для детей в первую очередь. Дети плачут, переживают, места себе не находят. Родители от этого бросают все, бегут к компьютеру, встают в разные позиции и пытаются догадаться, что вы от них хотели. Как нам прочесть ваши мысли, пожалуйста, давайте не будем портить друг другу жизнь? Я бы никогда не стала составлять такое злобное видео. Но дело в том, что это уже второй раз. Первый раз я делала этот тест пять дней назад. А потом я догадалась, где правильный ответ посмотреть. А сбылось вот это. Ребята, составители, исправляйте, пожалуйста. Пожалуйста.